Проходим, температуру мерить. Ручки, ручки. Проходите. Измерение температуры, обработка рук, а еще маска, перчатки и авторучка. Такой противовирусный набор на своих избирательных участках в ближайшие дни получат все участники голосования. Я здесь с утра, вот вход, выдают масочку, обрабатывают руки, проверяют температуру. Люди приходят спокойно, им выдают бюллетень, рассосняют, обрабатывают кабинки, все, сейфы, все. Здесь все вроде, на мой взгляд, я уже не первый год в избирательной комиссии. Никакой суеты, значит, достаточно свободно с учетом нашей эпидемиологической обстановки. Это, конечно, решение, ну, очень правильное. Раз у нас коронавирус, чтобы не толпиться, а мне, я свободная, поэтому пришла сегодня. Вот и все. И потом я вообще голосую всю жизнь. И для меня это праздник. Это раз. Во-вторых, я сама себя уважаю, я всегда хожу. Не было ни разу, чтобы я пропустила. Сегодня те, кто традиционно приходил на выборы первыми, себе не изменили. Тоже стали первыми. Впрочем, на решение, в какой из трех дней голосовать, повлияли и прогнозы погоды, и личные планы. В воскресенье день лесов будем отмечать. В Чемалии. Мы каждый год уезжаем туда. Ну, удобно. Завтра, сегодня я вечером уеду. Завтра, в воскресенье, в понедельник только вернемся. Конечно, удобно. Погода стоит хорошая. У меня еще не выкопана картошка. Поэтому сегодня утром я проголосую. А потом займусь своими делами. И нужно подготовиться к зиме. Поэтому сегодня хороший солнечный день. А с утра проголосовала. Ну и дальше есть возможность заниматься своими делами. На некоторых избирательных участках к приходу голосующих подготовились основательно. Например, первая гимназия всегда славилась аппетитными пирогами. Но сегодня, в силу обстоятельств, от угощения здесь отказались. Зато запаслись памятными сувенирами. Сегодня у нас для малышей приготовлены шары разноцветные. А для впервые голосующих у нас конституция, обложка на паспорт и флажки. Сегодня у нас очень рано пришла мама с двумя малышами чудесными и получили в подарок шары. С детьми сегодня на участок приходили многие. На период выборов у школьников появились дополнительные выходные. К тому же никогда не помешает показать подрастающим горожанам, что такое выборы и как они проходят. У нас традиция. Мы в прошлом году ходили. До этого они маленькие были, мы их не брали. Они как-то своими делами занимались. Но сейчас, я думаю, это войдет в традицию. И, конечно, детей надо приучать, быть ответственными и занимать активную позицию такую в нашей стране. Получить бюллетень без какой-либо очереди, не ждать у кабинки, также свободно подойти к корни и без суеты вернуться к своим делам. Сегодня преимущество трех дней голосования оценили все, кто пришел на свой избирательный участок. В среднем каждое избирательное заявление своей воли тратит не больше пяти минут. Практически людей никого нету. Тебе плюс дарят сразу ручку, маску для защиты, обрабатывают руки. Все в этом плане можно быть спокойным. Пришел, проголосовал и ушел. Несмотря на то, что погода по сегодняшнему прогнозу ожидается переменчивой, и многие люди могут отказаться от каких-то планов своих в части поездок за город, например. Но я на всякий случай освободил себе выходные. На всех участковых избирательных участках дежурит полиция, работают наблюдатели от общественных движений политических партий. На момент съемок обстановка спокойная, все идет в штатном режиме. Выборы проходят в рамках регламента, все по правилам, все как должно быть. Проходит очень большой поток людей. Именно не в день голосования, а вот начало голосования. Все проходит спокойно. Сегодня исполнили свой гражданский долг и журналисты Бийского телевидения голосовали на своих избирательных участках в перерывах между съемками. Первые данные о числе проголосовавших в территориальной избирательной комиссии сегодня поступили уже в 15 часов. Окончательная картина первого дня голосования в Бийске сложится после закрытия уиков в 20.00. Марина Волкова, Иван Зяблицкий, Андрей Сегаев. Будни.